Друзья мои, всем привет! С вами снова Киномишка и поздравляю вас с тем, что в нашем прекрасном городе Вологда наконец-то весна. Солнце, тепло, зеленая трава и искренне надеюсь, что каждый из вас наслаждается теплыми весенними деньгами. Продолжаю рассказывать вам о кино и сегодня мы поговорим с вами о фильмах с неожиданным финалом. Так сказать, с необычным сюжетным твистом, это еще называют. Самый верный способ используя и испортить себе удовольствие от просмотра кино это догадаться чем этот фильм закончится. Когда сюжетный поворот сопровождается стойким чувством дежавю, то сохранить интерес к происходящему на экране, согласитесь, довольно сложно. Но можем вас сейчас в этом разубеждать, прямо на протяжении этого ролика я это буду делать. Что во время просмотра фильмов из тех, о которых я сегодня расскажу, поверьте мне, удовольствие от просмотра кино увеличится в 1500 раз. Итак, поехали. Фильмы с необычным финалом или с неожиданной развязкой. Первый фильм 2007 года «Могла». Это безысходный триллер по повести Стивена Кинга, рассказывает об отчаянном выживании горских людей, которые отрезаны от внешнего мира сверхъестественным туманом. Гнетущая атмосфера этого фильма держит напряжение от начала до конца. Ну а финальную сцену, которой, кстати, не было в первоисточнике, то есть в книге Стивена Кинга, невозможно смотреть без, прям безутешного вопроса почему, зачем и как. Фильм «Могла», 2007 год. Посмотрите. Следующий фильм «Враг. Энемин» 2013 года выпуска. Это очень лихо закрученный триллер режиссера Пенни Вильнева. Это вообще кинематограф с такой бульдожьей хваткой. Но кажется, что в фильме «Враг» канадский режиссер прям переплюнул себя самого. В концовке истории про двух Джейков Дживенхоллов мозгу может потребоваться помощь пожарного наряда. Поэтому посмотрите «Враг» 2013 года. Следующий фильм классика кинематографа. Это фильм «7» 1995 года выпуска. Это образцовый неонуар от Дэвида Финчера. Об этом режиссере вообще можно говорить огромное количество времени. И каждый его фильм – это очень крутое кинопроизведение. Итак, фильм рассказывает об очень изощренном убийце, который наказывает своих жертв за смертные грехи. Как вы знаете, их всего семь. Перед запуском ленты продюсеры рассматривали прям пять вариантов финала. Это некий факт. Однако решающие слова сказал исполнитель главной роли Брэд Питт, настоявший на том финале, который мы с вами знаем. Итак, фильм «7» нужно увидеть своими глазами. Прекрасный Морган Фриман, прекрасный Брэд Питт, ну и, конечно, режиссер Дэвид Финчер. Следующий фильм «Остров проклятый» 2009 года выпуска. Это очень будоражащая и очень многослойная история о судебном приставе, который во время визитов в психиатрическую лечебницу начинает терять контроль над собой, ну и, конечно, над ситуацией. Сказать, что фильм непредсказуем, это значит ничего не сказать. Даже если вы будете смотреть его не моргая, не отрывая глаз от экрана, в финале этот фильм все равно отведет вас во друг пальца, и вам нужно будет заново пересматривать весь фильм, чтобы понять, что же такое произошло. Итак, фильм «Остров проклятых». Рекомендую прослушать. Следующий фильм с необычным финалом, с необычной развязкой – это «Исчезнувшая» 2014 года выпуска. Вообще, это очень напряженный психологический триллер. Главной роли исполняет Бен Аффлек и Розамунд Пайк. На протяжении всего фильма эти два персонажа, эти два актера, ну и их персонажи соревнуются в дисциплине «Угадай, что у меня на уме». Однако чемпионство в этом виде спорта надо отдать, конечно же, режиссеру Дэвиду Финчера, о котором я уже говорил. Он очень изящно жонглирует с сюжетными интригами, вызывает восхищение, ну и, конечно, заставляет фильм смотреть до финала. Итак, «Исчезнувшая» Дэвида Финчера 2014 год. Следующий фильм – это фильм «Подозрительные лица». Это также классика кинематографа. Выпущен он в 1995 году. Фильм рассказывает об преступнике, который настолько виртуозно заметает свои следы, что остается в тени до самой развязки. Это очень крутой фильм от режиссера Брайана Сингера. Для тех счастливчиков, которые за 20 с лишним лет существования этого фильма чудом умудрились избежать ключевого спойлера в этом фильме, вы можете его прямо сейчас взять, посмотреть «Подозрительные лица» и поиграйте, пожалуйста, при просмотре в «Детектива». Это доставит вам удовольствие. «Подозрительные лица» Брайан Сингер, 1995 год выпуска. Следующий фильм, ну, конечно, классика – это «Отступники» 2006 года. Это роскошная остросюжетная драма Мартина Скорсезе, подарившая одну из самых интригующих актерских дуэлей нулевых. Это Леонардо Ди Каприо, который играет за основного в ряды мафии агентов под прикрытием. Ну и, конечно, Мэтта Теймона в роли оборотня в «Вагонах». Даже не надейтесь угадать, кто из них окажется круче. Финал этого фильма дьявольски непредсказуем. «Отступники» 2006 год. Следующий фильм с не менее интересной развязкой называется он «Пленницы» 2012 года выпуска. Это очень пасмурный, очень напряженный, очень вязкий триллер, в главной роли которого снимается Хью Джекман. Фильм начинается с того, что на одной из улочек Тикого провинциального городка похищает двух девочек. Завязка довольно-таки тривиальная, но, поверьте мне, в конце фильма вы об этом вряд ли вспомните, потому что финал вызывает восхищение, удивление, даже в чем-то негодование. Поэтому рекомендую «Пленницы» 2013 года. Следующий фильм, фильм 2003 года, называется он «Олдбой». Это южнокорейский фильм, причем это шокирующий южнокорейский фильм. Наглядно иллюстрирует пословицу «Месть – это блюдо, которое надо подавать холодным». По-азиатски жгучий легенд этого фильма добавляет перчинки и вынуждает многих зрителей сойти с дистанции задолго до финишной прямой. Это зря, потому что финал просто великолепен в этом фильме. «Олдбой» 2003 год. Следующий фильм, опять же, очень крутой, «Жизнь Дэвида Гейла». В 2002 году он был выпущен. Это беспросветная драма, можно ее назвать именно так, о профессоре Правдорубе, яром стороннике движения за отмену смертной казни. Его однажды, главного героя, однажды несправедливо обвиняют в убийстве. И это мощнейшее кино, рассказывает об отчаянной борьбе за идеалы честности и морали. Поверьте мне, этот фильм никого не оставит равнодушным. Ну, а беспощадная развязка, конечно, стразит каждого из вас на повалку. Итак, друзья мои, сегодня я рассказал вам о фильмах, в которых есть интересные сюжетные развязки, непредсказуемые твисты, ну и, конечно, великолепные актерские работы. Итак, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите в комментариях, о чем можно поговорить, я с удовольствием это сделаю. Ну а пока, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok